В каждом крючке у нас есть номерки, номерки это для того, чтобы человек не перепутал своего барана. Ансар Хазрат Мефтяхов, имам Казанской мечети Аль-Марджани, говорит, площадка для Курбан-Байрама у них уже готова. Вот место загона жертвенных барашков. Всё построено по стандартам Роспотребнадзора. Там пистанции все приходят, проверяют. После того, только мы начинаем закалывание, и все барашки проверены, и все точки. С сегодняшнего дня уже запись идёт для барашек. Люди приходят, записываются, оплачивают. Один из самых главных праздников мусульман Курбан-Байрам в этом году отметят 28 июня. Для заклания жертвенных животных в республике организуют 55 официальных площадок. 17 из них в Казани. В прошлом году в Дни жертвоприношения было реализовано 12 тысяч барашков. По сбору биологических отходов у нас в республике имеется в Елабужском районе завод «Сари». Они на этих площадках устанавливают контейнера, и по окончанию праздника эти контейнеры забирают. У нас это ежегодно организованно проходит. Биологические отходы нигде не валяются, никакие жалобы в последние годы уже не поступают. В этом году ветслужба призывает татарстанцев приобретать барашков только из республики. В некоторых регионах страны сейчас неблагополучная ситуация с оспой и ящуром овец. Это Самарская, Саратовская, Тюменская, Челябинская области. Всего 10 субъектов. Бруцеллез мелкого рогатого скота зафиксирован в 36 регионах. В прошлом году их было 26. Наша республика, во-первых, по этим заболеваниям она благополучная. Раз республика благополучная, вакцинации против этих заболеваний у нас в республике не проводятся. Но если регионы являются благополучными даже, но, как я уже сказал, если проводят вакцинацию, ввод животных в республике из этих регионов тоже запрещен. Курбан-Байран верующий встретит гаэт-намазом. Во всех мечетях он пройдет через 30 минут после восхода солнца. В Казани – полчетвертого утра. Уже после начнутся обряды жертвоприношения. В этом году сумма Несаба – 36 тысяч рублей. У нас в религии Несаб считается серебро, сколько стоит. И каждым годом оно может меняться. Если серебро становится дороже, соответственно, Несаб тоже больше. Аль-Хамдулиля, наш народ, хотя даже если нет у него 36 тысяч рублей, они уже делают Курбан, они готовятся, заранее покупают барашков, барашков, их кормят, специально, аль-Хамдулиля, готовят к этому празднику. В день Курбан-Байрама в Татарстане пройдут и благотворительные акции. Фонд «Закят» Духовного управления мусульман планирует обеспечить жертвенным мясом семьи нуждающихся, независимо от их национальных и религиозных принадлежностей. Параллельно также будет идти сбор средств, помощь нуждающихся тяжелобольных детей. Обряды жертвоприношения в честь Курбан-Байрама будут идти три дня в Казани, а не завершаться до заката солнца 30 июня.